МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом. Это значит, в ближайшие полчаса все о главных событиях и жизни Владивостока. В студии Максим Дудников. И вот, что произошло в нашем городе к этому часу. Ватсап, чтобы помочь решить проблемы в мэрии Владивостока, еженедельно получают сотни предложений, жалоб, а в последнее время и благодарностей. О том, как администрация Владивостока работает с жалобами горожан, расскажу я, Катерина Матвеева. 16-й по счету. Традиционная встреча организаторов кинофестиваля Меридианы Тихова с журналистами прошла в преддверии события. Если бы все проходил в прежние, обычные середины сентября сроки, то, может быть, мы бы и показали бы вам, допустим, новый фильм «Наоми колоссе» введение. Парадоксальные гибриды. В Центре современной культуры «Хлебозавод» состоялось открытие оригинальной выставки. Всегда есть неожиданность, то есть парадокс. Когда художник ведет эксперимент, он сам не знает, чем это может закончиться. Также в выпуске пассажир рейса «Москва-Владивосток» устроил дебош в самолете. И еще расскажем, Россия и Китай создадут медиасоюз. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края, в том числе на подкуп и подвоз незаконной агитации, поступило в избирательную комиссию региона 17 и 18 сентября. В Приморье прибыла комиссия ЦИК. Члены комиссии намерены посетить территориальные избирательные комиссии, в частности в Советском районе Владивостока и Артемия, а также, возможно, охватят и другие территории. А приморские парламентарии уже назвали условия для проведения новых выборов главы региона. Подробности в нашем следующем сюжете. Комиссия ЦИК 19 сентября прибыла во Владивосток. Комиссия пробудет в Приморье предположительно 2-3 дня. За это время она ознакомится с жалобами на нарушения во втором туре губернаторских выборов и посетит некоторые избирательные комиссии региона. В комиссию вошли член Центральной избирательной комиссии России Сепшах Шапиев и три сотрудника аппарата. Планы – объективно разобраться в ситуации, ознакомиться с документацией, ознакомиться с претензиями обеих сторон и посмотреть те письменные документы, которыми обладает каждый из сторон, проехать по комиссиям, встретиться с правоохранительными органами. Напомним, после второго тура выборов с жалобами в разные инстанции, прокуратуру, МВД, следственные органы, Краевую избирательную комиссию, участковые избирательные комиссии обратились представители штабов кандидатов, частные лица – работники избирательных комиссий. Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что Центр избирком до среды берет тайм-аут на изучение всех обращений по ситуации на выборах в Приморье и пообещала тщательно изучить все факты от обоих кандидатов. Если есть хоть какие-то сомнения в том, что были переписаны протоколы или на последнем этапе были какие-то нарушения при подведении итогов, мы оперативно ждем не пространных заявлений в прессе, а конкретные факты, ждем жалобы с фактурой, которая бы это подтверждала. Центральная избирательная комиссия будет тщательно во всем разбираться, прежде чем будут подведены итоги выборов. Выборы в Приморье далеко не первые, когда проигравшая сторона не согласна с результатом и заявляет о нарушениях. В России и других странах мира такое было и наверняка еще будет. Но вопрос заключается в выборе продолжения для подобных ситуаций, либо раскачивания общества со всеми последствиями, либо беспристрастное расследование в правовом поле. В штабе кандидатов губернатора Приморья Единоросса Андрея Тарасенко уже заявили об уверенности в победе. По данным ЦИК, во втором туре на досрочных выборах главы региона по итогам обработки 100% протоколов в Рио губернатора Приморья набрал 49,55% голосов, обойдя своего оппонента, кандидата от КПРФ Андрея Ищенко, примерно на 1,5%. Однако итоговый протокол пока не подписан. Тем временем в законодательном собрании Приморского края назвали условия для отмены результатов выборов. В случае, если результаты второго тура будут отменены, то в течение полугода будут проведены новые выборы. Парламентарии обратили внимание на то, что третьего тура быть не может. Ранее Краевой избирком сообщил, что официальные итоги выборов будут подведены до 22 сентября. А тем временем во Владивостоке с понедельника идут митинги в поддержку кандидатов на пост губернатора. Съёмочная группа Восьмого канала отслеживала обстановку на площадках. Мы расскажем об этом в ближайших выпусках новостей. Новый вид связи с администрацией Владивостока набирает популярность у жителей Приморской столицы. Они продолжают общаться с мэрией в интернет-приложении WhatsApp. Сотрудники администрации города отмечают, что еженедельно получают сотни предложений, жалоб, а в последнее время и благодарностей. По адресам, где меры уже приняты, а также по объектам, которые требуют скорейшего принятия мер, проехала наша съёмочная группа. Новое дорожное полотно появилось от дома по улице Каштановая, 15, до Кипарисовой, 4. Ровная дорога, бордюры установлены здесь буквально неделю назад. Люди много лет ждали ремонта этого внутриквартального проезда и писали обращение в городскую администрацию. Наконец, их просьбы услышаны. А совсем недавно всё было примерно, как у их соседей, по Кипарисовой, 6. А мы сфотографировали с девочкой, по-моему, это было 8-го, вот перед выборами. Все фотографии отправили в городскую администрацию. Она пришла смс, что ваши фотографии получили в городской администрации. Ну, ждём, ждём что-то хорошее. По обращениям граждан до конца этого года будет отремонтировано ещё 6 городских дорог. Это проезды от Есенина, 77, до Коммуны, 2, по Пушкинской, по Океанскому проспекту, 48, 50, по улице Зои Космодемьянской, 31, также продолжат ремонт катерной. Все средства выделяются из городского бюджета. В подобной ситуации находились и жильцы дома по адресу Калинина, 35. Сейчас здесь работает дорожная техника. Вскрывается старый асфальт. Далее будет установлен бордюрный камень, щебёночное основание и асфальтобетонное покрытие. Работу обещают завершить через 2-3 недели. Всего в 2018 году во Владивостоке отремонтируют более 20 километров дорог. Ремонт ведётся не только на основных магистралях города, но и на внутриквартальных проездах, придомовых территориях и пешеходных зонах. Именно ненадлежащее состояние дорог волнует большинство горожан. Это следует из обращений, которые владивостокцы присылают мэрии в WhatsApp. За время работы ресурса, то есть за месяц, было принято и обработано около 4 тысяч сообщений. Хочу сразу отметить, что данные сообщения не рассматриваются в рамках 59 ФЗ. И если вы хотите получить полный ответ, то необходимо воспользоваться уже существующим ресурсом интернет-приёмной администрации города. Воспользоваться услугами интернет-приёмной также не составит труда. Достаточно зайти на сайт администрации Владивостока в раздел интернет-приёмной, заполнить соответствующие поля и нажать кнопку «Отправить». Ответ придёт максимум через 30 дней. Для того, чтобы сформировать план действий каких-то, основываться на чём-то, как раз вот эти предложения и факты, они помогают. И дело в том, что может быть, скорее всего, так как оно в основном так и происходит, что люди пишут об одном и том же. Кроме дорог, горожане обращают внимание мэрии на работу общественного транспорта. На 8 тысяч рублей оштрафовано предприятие, чьи автобусы работают на маршруте номер 77. Такое решение приняло управление транспорта после изучения жалобы одного из пассажиров. В письме автор обратил внимание специалистов на нарушение ПДД и хамское поведение водителя. С начала года в мэрию поступило почти 600 сообщений с пометкой «Транспорт», в том числе и через WhatsApp. Звонила несколько раз в администрацию, на грязные автобусы, на не очень корректных водителей, которые хамят, грубят. Я редко езжу, но на 41-м, раньше он вообще-то очень плохо ходил, по часу ждали. Сейчас он стал немножко чаще ходить. В принципе, доволен. Удобно сформирована сеть транспортного, общественного транспорта. Двигатели у них дымят в салоне, воняет дымом. А вот насчет маршруток, вот раньше 40-й автобус ходил, ну его как бы убрали, потому что он уже непригодный был, ну как транспорт. Ну а вот маршрутки вот взяли, они нормальные, да. Кстати, по многочисленным просьбам студентов, на острове Русский был запущен еще один автобус на маршрут номер 15, следующий от остановки «Изумруд» к океанариуму и обратно. «Каждая жалоба для нас – это ЧП. Стоял ли долго водитель на остановке, грязный ли был автобус, ушел ли с линии раньше положенного – все эти факты для нас – сигнал о том, что не все в работе общественного транспорта Владивостока благополучно. Стараемся оперативно принимать меры», – сказал Сергей Цибулин, начальник управления транспорта администрации Владивостока. Чтобы сообщить о фактах, на которые следует обратить внимание или высказать свои идеи о том, как улучшить жизнь в городе, просто отправьте сообщение, фото или видео по WhatsApp на номер 8-914-703-0011. Катерина Матвеева, Сергей Тулатиев, Новости на Восьмом. В Москве продолжают рассматривать дело экс-главы Владивостока Игоря Пушкарева, бывшего директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова и ранее возглавлявшего компанию «Восток-цемент» Андрея Пушкарева. В среду состоится очередное слушание по существу дела. Напомним, после того, как будут допрошены все свидетели, состоятся прения сторон, а затем суд вынесет свое решение. Подробности прямо сейчас. Новый этап в деле экс-главы «Допрос свидетелей» стартовал в июне. Всего по делу Игоря Пушкарева проходит 91 свидетель. 56 со стороны обвинения, 35 человек заявила защита. На вопросы Тверского суда уже ответили более 50 свидетелей. Это сотрудники городской администрации МУП «Дороги Владивостока», «Восток-цемента», банковские служащие, представители общественных организаций. С 10 сентября Тверской районный суд Москвы располагается в новом здании на улице Каланчевской. В связи с переездом технические специалисты не успели наладить видеоконференц-связь с Владивостоком. И намеченное на 12 сентября заседание было отменено. Напомним, что подавляющее большинство свидетелей проживают во Владивостоке и дают показания на расстоянии, что не является удобным и не соответствует принципу территориальной подсудности, действующему на законодательном уровне. Игорь Пушкарев уже находится в СИЗО 2 года и 3 месяца, со 2 июня 2016 года. На днях Игорь Пушкарев написал пост о том, принятом Госдумой законопроекте, о новом порядке зачета дней, проведенных в СИЗО, в общий срок отбывания наказания. День в СИЗО в ожидании приговора равен полутора дням при отбывании срока в колонии общего режима и двум дням при отбывании срока в колонии поселения. Под реформу не попадают виновные в убийствах, наркоторговле, а также в терроризме и шпионаже. Тем, кто оказался под домашним арестом, придется похуже. День домашнего ареста посчитают за полдня в колонии. В общем, очень гуманное решение, особенно если принять во внимание тот факт, что правила пребывания в СИЗО намного строже правил и условий большинства мест отбывания наказаний. Несмотря на то, что Пушкарев находится в СИЗО в Москве более двух лет, Владивостокцев все так же остро интересуют подробности уголовного дела, мысли и планы Пушкарева. В рамках акции «Обратная связь» с экс-главой Владивостока можно связаться на официальном сайте Игоря Пушкарева, а также ВКонтакте, Фейсбуке, Инстаграме и Одноклассниках. Акция «Обратная связь» стартовала в ноябре прошлого года. Игорь Пушкарев благодарит всех неравнодушных граждан, интересующихся ходом следствия, присылающих ему слова поддержки, и отметил, что будет и впредь отвечать на все вопросы, которые поступают в его адрес. Максим Яковлев, новости на восьмом. 4 декабря в зимнем расписании рейсов из Приморья появится новый, который будет летать по маршруту Владивосток-Саппора – Япония. Полеты будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам авиакомпании «Уральские авиалинии». К слову, Саппора является признанным центром отдыха для любителей зимних видов спорта. Вокруг города множество горнолыжных курортов, где есть трассы как для профессионалов, так и для новичков, а также лыжные школы, кафе и развлекательные заведения. Считается, что на Хоккайдо самый пушистый в мире снег. В продолжении темы авиапутешествий пассажир рейса Москва-Владивосток устроил дебош в самолете. Чтобы справиться с хулиганом, бортпроводникам пришлось его привязать ремнями безопасности к сидению. По словам очевидцев, мужчина через несколько минут после взлета начал что-то выяснять с соседом, а потом слишком разгорячился, так что бортпроводникам пришлось усмирять хулигана. Ситуация накалилась до такой степени, что самолет хотели посадить в Нижневартовске, чтобы высадить буйного пассажира и передать полиции. К слову, по прилету в Владивосток мужчину уже встречали сотрудники правопорядка. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Россия и Китай создадут медиа-союз. Творческая встреча с фотографом дикой природы Николаем Гернгтом состоится в библиотеке ПУК. Специалисты земли леопарда приступили к обработке данных фотоучета редких животных за первое полгодие текущего года. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложно диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. В студии Максим Дудников и мы продолжаем. Россия и Китай создадут медиасоюз. Творческая встреча с фотографом дикой природы Николаем Гернгтом состоится в библиотеке ПУК. Специалисты земли леопарда приступили к обработке данных фотоучета редких животных за первое полугодие текущего года. Россия и Китай создадут медиасоюз. Первый российско-китайский медиаконгресс собрал ведущие китайские и дальневосточные СМИ, а также первых лиц Приморского края и китайской провинции Цзилинь. Инициатором мероприятия стало Министерство пропаганды народного правительства провинции Цзилинь. Заседание включало в себя обсуждение информационного сотрудничества двух сторон. Медиаконгресс – своеобразное первое знакомство медиасообщества Приморья со СМИ провинции Цзилинь. На площадке представители авторитетнейших медиахолдингов двух стран обменялись опытом и мнениями о современном состоянии и перспективах развития информационного сотрудничества. Дружеские намерения подтвердил и мэр Владивостока Виталий Веркиенко. Глава города добавил, что отношения между Россией и Китаем находятся на очень высоком уровне. Это заметно и во взаимопроникновении культур. Я уверен, что нам необходимо улучшить взаимодействие и доверие. И здесь роль СМИ, средств массовой информации, неоценима. То, каким наши коллеги увидят наш город, нашу землю, что они почувствуют. Их же глазами это увидят и почувствуют и читатели, и зрители на китайской стороне. Как отметил начальник управления прессы, радио, кино и телевидения провинции Цзилинь, Сюи Юньпен, ежегодно сотрудничество между Приморским краем и регионами Китая становится крепче. Итогом российско-китайского медиаконгресса стало подписание соглашения о намерении создания регионального российско-китайского медиасоюза. Как известно, провинция Цзилинь граничит с Приморьем. Наши регионы тесно сотрудничают. Надеюсь, медиаконгресс станет постоянной площадкой для сотрудничества наших стран. Мы хотели бы создать скоростную дорогу для обмена медиаинформацией. Мы сможем расширить круг наших друзей, а также укрепить культурные связи. Стоит отметить, на протяжении пяти лет «Восьмой канал» сотрудничает с китайскими коллегами. В июле этого года наш канал заключил годовой договор с телевидением провинции Хэлудзян на прокат медицинской программы «Тайны китайских докторов». В настоящее время готовится проект «Окно в Азию» для обмена информационными материалами и программами с правительством города Суэфингэ. Традиционная встреча организаторов кинофестиваля «Меридианы Тихого» с журналистами прошла в преддверии события. Уже в 16-й раз «Спасифик Меридиан» покажет новое российское и зарубежное кино, проведет мастер-классы и семинары с признанными деятелями киноиндустрии и, конечно, не обойдется без встреч с любимыми артистами. Чем обещает отличиться кинофестиваль этого года, расскажет моя коллега Анна Бережная. Пресс-конференцию накануне 16-го кинофестиваля «Меридианы Тихого» можно назвать скорее дружеской встречей организаторов и журналистов, которые уже по традиции из года в год освещают масштабное культурное событие. В первую очередь обсуждали то, чем отличится «Пасифик Меридиан-2018». Если бы фестиваль проходил в прежние, обычные середины сентября сроки, то, может быть, мы бы и не показали бы вам, допустим, новый фильм «Нау Миколосе», «Видение», который прекрасен. Это фильм по скриптам, поэтому я сразу его начинаю рекламировать. «Жилье Бинош» — это какая-то фантастическая совершенно история. Не пропустите его все. Смена сроков проведения на насыщенности программы сказалась исключительно положительно. На суд жюри и на радость зрителю представят 189 фильмов из 46 стран, 37 российских, а также 4 мировых премьеры. Темой, которой сразу несколько режиссеров посвятили свои работы, стало «Одиночество». «Одиночество» не нисколько даже в таком эстенциальном состоянии, вынужденной в изоляцию. У нас будет фильм «Война Анны», Алексей Федорченко, действительно такая большая. Очень серьезная драма, но при этом камерная, показывающая, как маленький ребенок должен выживать в очень тяжелых условиях. И все пространство фильма организовано через видение этого ребенка. Впервые в истории кинофестиваля в конкурс вошла полнометражная анимационная лента чилистских режиссеров Кристобаля Леона и Хоакина Кассинья «Дом волка». Необычный рассказ о девушке Марии, которая убегает из немецкой колонии и находит приют в доме, где начинают происходить странные вещи. А фильм «Открытие» – картина Дмитрия Месхиева «Два билета домой» будет интересна абсолютно любому зрителю. Это идеальное зрительское кино. И мы с Дмитрием Месхиевым об этом говорили на кинотарке. Он очень рад был, что у него будет возможность приехать в Владивосток, потому что он здесь очень много наслышан. Он хочет увидеть это своими глазами. Для него это какой-то мифический город, как земля санинка. То есть там что-то происходит, что-то такое, чего нет нигде. Впервые «Меридианы Тихова» посетят и такие звезды, как Энди Макдауэлл и Эрик Робертс. Главным гостем станет голливудский актер Стивен Сигал. А бессменный гость кинофестиваля «Рокбриннер» в первый раз не сможет посетить события из-за болезни. Он, конечно, мысленно с нами. Он уже выбрал, просмотрел фильмы, выбрал победителя, которому будет вручен приз Юла Бриндера. И мы все желаем вам быстрее и быстрее поправиться и быть с нами на следующий год. Президентом 16-го международного фестиваля стран АТР «Меридианы Тихова» стал Александр Михайлов. К слову, актер из Владивостока займет этот почетный пост в год 80-летия со дня образования Приморского края. Фильмами закрытия «Пасифик Меридиан-2018» станут «Картина на районе» режиссера Ольги Зуевой, а также поэтический роуд-муви «Видения» Наоми Кавасе с Джульетт Бинош в главной роли. Кинофестиваль пройдет во Владивостоке с 21 по 27 сентября. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом. Искусство выбирает парадоксальную гибридизацию и делает это намеренно. В Центре современной культуры «Хлебозавод» состоялось открытие выставки «Парадоксальные гибриды». Зритель столкнется с объединением несочетаемых эстетик и работ, которые вступают в логику парадокса с другими участниками, находясь в одном пространстве. Куратор выставки Аристарх Чернышов, российский художник-исследователь, куратор столичного электромузея в Ростокино. Посетил выставку и наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Гибрид-объект, сочетающий в себе свойства других нескольких объектов. Принцип гибридности сегодня успешно используется в дизайне, архитектуре, создании новых материалов и технологий, медийного контента и, конечно, в искусстве. В арт-воплощении принцип гибридности идет дальше всего, ведь именно искусство способно иметь дело с невероятным, нелогичным, парадоксальным. «Всегда есть неожиданность, то есть парадокс, когда художник ведет эксперимент, он сам не знает, чем это может закончиться. И многие работы, они в процессе, то есть они рождались не в тот момент, когда художник их задумал, а в процессе их реализации». Эта выставка – второй проект в области сцайн-арт. Парадоксальные гибриды целенаправленно объединяют противоречивые взгляды, методы исследования пространства, подходы к анализу современности. Всего представлено 15 работ. От видеоинсталляции, где главные герои – обычные люди, которые стоят на остановке, до интерактивного видео. Иж совсем уж необычного шлема антивиртуальной реальности. Оптические устройства, задуманные, чтобы продемонстрировать то, как мы видим и ощущаем мир. Адаптация – проект, который показывает процесс работы легких. Сад камней – природные минералы, смешанные с автомобильными фарами. Медиа-поэзия, где текст получает материальность. У него есть физическая оболочка, энергия для существования и электронные органы чувств. Если вы не слегка выбрали, он сразу же это объясняет и меняет эту надпись «Свобода нет» на «Свобода есть». Поэтому я еще не реклесу. Не обошли стороной и мир интернета и зависимости от него. Здесь и телефон с теркой вместо экрана. Работа Егора Крафта – своеобразный медиамиф. Проект построен вокруг фейковой новости о создании нового цвета. Автор представил электронные письма, которые он получал от пользователей, выразивших желание видеть цвет, которого не существует. Были, кстати, среди них и косметические компании. Еще один гибридный проект – беседа с виртуальным голосовым помощником. Правда, ответы Алисы порой настораживают. Отметим, выставка «Парадоксальные гибриды» участвовала в параллельной программе шестой биеннале молодого искусства в этом году. Эта выставка, по моему мнению, отображает наиболее полно и наиболее ярко всех тех представителей молодых в медиа-арте и технологическом искусстве, которые представлены в России. К сожалению, пока во Владивостоке медиахудожников нет, но я так думаю, что со временем они появятся и, возможно, благодаря нам. «Парадоксальные гибриды» – это необузданный порыв фантазии в поисках новых путей общения с реальностью. Своеобразный портал в мир идей, открывающих доступ к альтернативным сценариям настоящего. Авторы работ вносят в повседневность новые эмоции и своеобразный оптимизм восприятия. Во Владивостоке выставка продлится до 24 января 2019 года. Дмитрий Беломеснов, Алексей Заровный. Новости на восьмом. У всех владивостокских фанатов Арктики и фотографии в ближайшее воскресенье будет возможность лично познакомиться с неординарной личностью. Николай Гернет – архангельский фотограф, журналист, блогер, победитель и финалист многих российских и международных фотоконкурсов. Фотограф национального парка «Русская Арктика». С 2013 года Николай каждое лето проводит на архипелаге земля Франца Иосифа. Он расскажет о буднях полярников, встречах с дикими животными, покажет фотографии и видеоролики из поездок. Творческая встреча с фотографом дикой природы Николаем Гернетом состоится 23 сентября в 14 часов в библиотеке «Бук». Вход свободный. Специалисты земли леопарда приступили к обработке данных фотоучета редких животных за первое полугодие 2018 года. За это время сеть автоматических камер принесла почти 8 тысяч фотографий дальневосточного леопарда, что почти на 20% больше количества снимков за аналогичный период прошлого года. Отметим, что за жизнью самой редкой из всех крупных кошек планеты на Земле леопарда следят более 400 фотоловушек. Это самая большая сеть фотомониторинга в России. Проверка фотоловушек проводится вручную два раза в год. Метод исследований позволяет изучать популяцию уникальных животных, не причиняя ей беспокойства. Отметим, что общая площадь национального парка земля леопарда из заповедника «Кедровая пать» составляет около 360 тысяч гектаров. Чтобы запечатлеть редких и скрытных кошек, опытные специалисты рассчитывают оптимальное расположение камер на леопардовых и тигриных тропах. Одновременно с процессом идентификации леопарда в середине осени начнется очередной этап установки фотоловушек. Дальний Восток развивает гастрономический туризм. 2018 год стал особенным годом для любителей морепродуктов. Фестивали «Наваги», «Мидии» и «Гребешка» уже минули. А впереди аналогичное событие, но уже с участием краба. Поддерживая гастротренды, журналистка информационного агентства «Влад Ньюс» Софья Ночвина в рамках проекта «Попробуй на себе» решила попробовать себя в роли кулинара под руководством шеф-повара элитного ресторана Приморской столицы. Сегодня в рамках проекта «Попробуй на себе» мы с Соней будем готовить дальневосточную кухню. Это будут дальневосточные морепродукты. Гребешок в створ, когда будет у нас с манго и соусом из манго-халапенья, будет салат с дальневосточного краба и палтус глазированный в мясо пасти с бак-чаем. Проект «Попробуй на себе» предполагает полное погружение в профессию, а потому журналистке пришлось выполнять всю работу, свойственную профессиональным поварам. Корреспондент Ревлад Ньюс жгёт у нас тут. Жжёт, жжёт. О том, получилось ли у мастеров пера и колкого слова приобщиться к высокой дальневосточной кухне, можно будет узнать в сюжете восьмого канала, который мы покажем в ближайших выпусках. Далее о спорте. Обновлённый хоккейный клуб «Адмирал» пополнился первым иностранным игроком. Баскетболисты «Спартака» Приморье прибыли на сборы в Сербию. Экстремалы со всего Дальнего Востока встретятся на фестивале «Мосты». Подробности узнаем у Максима Яковлева. Хоккейный клуб «Адмирал» пополнился первым легионером после полного обновления команды. Несмотря на то, что ещё летом в Рио губернатора Приморья заявлял, что иностранцев в «Адмирале» не будет, в состав всё-таки прибыл чешский нападающий Полох Войтех. 33-летний форвард выступал в таких клубах КХЛ, как «Рижская Динамо», «Череповецкая Северсталь», а также «Югра» из «Хантамансийска». К слову, в «Югре» Полох провёл свой последний сезон, где за 18 игр забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. Стоит отметить, что «Югра» по итогам прошлого сезона была исключена из КХЛ. Адмирал заключил на один год. «Спартак Приморья» начинает второй учебно-тренировочный сбор. Баскетболисты прибыли на базу в Сербии, где уже успели отыграть свой первый контрольный матч с местным клубом «Биавук-72». Приморцы смогли одолеть соперника со счётом 78-68. В Белгороде у нашей команды запланированы ещё пять матчей с клубами из Сербии, а также из Объединённых Арабских Эмиратов. На этих сборах «Спартак» пробудет до конца сентября. Сезон Суперлиги для красно-чёрных начнётся 7 и 10 октября. Первыми соперниками станут «Спартак» и «Зенитфарм». Домашний сезон «Спартаковцы» откроют только 19 октября. Напомню, что всего в чемпионате приморцам предстоит провести 30 матчей. Завершится регулярка весной 2019 года. Экстрим-фестиваль «Мосты» вновь пройдёт во Владивостоке. 22 и 23 сентября скейт-парк на спортивной набережной соберёт спортсменов со всего Дальнего Востока. Десятки участников сойдутся в битве за звание лучших в категории BMX, скейт и кик-скутер. Мероприятие проходит во Владивостоке с 2015 года. За этот короткий промежуток времени Экстрим-фестиваль стал центральным в календаре у дальневосточных любителей скейтов, трюковых велосипедов и самокатов. Эти соревнования выявляют самых умелых трюкачей и подводят некий итог тому, чему райдеры научились за лето. В этом году мероприятия посетят и специальные гости – спортсмены сборной России по велоспорту в категории BMX. Они и будут решать судьбу экстремалов. Открытие соревнований пройдёт 22 сентября в 12.00. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок ещё раз коротко об основных событиях во Владивостоке. Более 80 жалоб на нарушение избирательного законодательства в ходе второго тура выборов губернатора Приморского края поступило в избирательную комиссию региона. В Приморье прибыла комиссия Центризбиркома. В Москве продолжают рассматривать дело экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва. Всего по делу Игоря Пушкарёва проходит 91 свидетель. На вопросы Тверского суда уже ответили более 50 из них. Россия и Китай создадут медиасоюз. Данную перспективу обсудили на первом российско-китайском медиаконгрессе. Новый вид связи с администрацией Владивостока набирает популярность. Сотрудники администрации города отмечают, что еженедельно получают на номер WhatsApp сотни предложений, жалоб, а в последнее время и благодарностей. Традиционная встреча организаторов кинофестиваля «Меридианы Тихого» с журналистами прошла в преддверии события. Уже в 16-й раз он пройдет в столице Приморья. В Центре современной культуры «Хлебозавод» состоялось открытие выставки «Парадоксальные гибриды». На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Но если вы вдруг пропустили что-то значимое, то смело подписывайтесь на 8 канал «Владивосток» в Ютьюбе. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте на WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. В год Японии в России жители страны восходящего солнца продолжают удивлять приморцев. Так, на днях молодой человек из Токио объявил о своей свадьбе. «Ты все бы ничего, если бы невеста не была голограммой». Устройство представляет собой небольшой дом-капсулу из пластика с электронной базой. На экране появляется девушка, у которой есть имя, родословное, вкусовые предпочтения и даже страхи. Голограмма будит своего сожителя, сообщает ему погоду, рассказывает о мировых новостях, помогает собраться на работу, ждет из офиса и пишет смс, чтобы ее друг не задерживался. И вот 35-летний японец убедился, что 10 месяцев его сожительства с необычной девушкой вполне достаточно, чтобы перейти на новый уровень отношений. Он сделал голограмме предложение руки и сердца. На то, как выглядят такие виртуальные отношения, смотрим прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. До встречи на восьмом. До встречи на восьмом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok